Акция «Ночь в кино» в Мурманске состоялась на нескольких площадках. Одной из таких стала областная научная библиотека. Как самое большое книгохранилище связано с современным визуальным искусством и что для своих посетителей приготовили сотрудники учреждения, расскажет Максим Галямин. Мобильный планетарий в одном из залов научной библиотеки смотрится как туристическая палатка посреди квартиры. Так же, как и походный собрат, этот большой куполообразный экран при должной сноровке собирается в сумку за какие-то 40 минут и помещается в багажник обычного автомобиля. Внутри же устройство похоже на кинотеатр, вот только зрителям чаще приходится смотреть по сторонам. Изображение происходит как в формате 3D, только это происходит без очков. То есть вы оказываетесь прямо как внутри изображения. То есть очень интересно, детям очень нравится. А там как проектор какая-то проводит? Проектор происходит изображение от проектора на зеркало, и из зеркала идет изображение на весь купол. То есть 360 градусов полностью. Необычный экспонат к акции «Ночь кино» приготовил и музей занимательных наук «Фокус». Организаторы выставки привезли из Петербурга контактную стену. Полотно состоит из сотни пластмассовых воздиков, запаянных с концов. С помощью них можно создать почти любой рельефный рисунок. Самое простое сделать отпечаток в ладони, ну а искушенные творческие личности с помощью доски могут даже снять авторскую анимацию. Называется он «Игольчатый экран» или по-другому «Контактная стена». Экспонат интересен тем, что был создан еще в 30-е годы прошлого века. Его создателем был российский кинематографист, аниматор Александр Алексеев. И он использовал этот экран для изготовления или создания своих мультипликационных фильмов. Музей, где каждый экспонат не только можно, но и нужно трогать, для Мурманска явление уникальное. К тому же большинство технических приспособлений сделано вдохновителями проекта своими руками. Коллекция устройств омающих представления о физике постоянно дополняет, что же до этого библиотеки, то у сотрудников учреждения свой хитрый план. Чем хороши такие мероприятия? Это тем, что, например, человек, выбирая какое-то одно мероприятие, которое его заинтересует в рамках дневного сеанса, он может пройти по всем площадкам библиотеки. Мы предлагаем ему и викторины, и игры, и конкурсы, и зайти в наше кафе «Ботаник», выпить чай или кофе. В общем, хорошо провести время в библиотеке. Ну и, конечно же, взять книгу. В отличие от похожих акций, ночь кино проходит менее заметно и привлекает не так много зрителей. Впрочем, дело скорее в том, что еще не все жители Мурманска вернулись домой после летних отпусков. Та же ночь в музее обычно собирает тысячи посетителей.